Вот у нас есть сознание наше, есть у нас ум, которым мы пользуемся, есть у нас душа. Душа – это часть самого Творца, которая заключена в нас. Но, как правило, мы вот этой частью очень редко пользуемся, очень редко мы обращаемся к своей душе. Мы чаще заменяем душу, как сказать, её грубым подобием, которое называется личиной или личностью, то есть маской. Мы в этой маске пытаемся жить. Маска нас защищает от внешнего воздействия. Вот почему, откуда слово «личность» взялось? Слово «личность» – это раньше русские шлемы были, без забрал. На лицо одевалась такая маска, в ней делались прорези, стальная маска, всё, которая даже копировала лицо. По маске можно было узнать, кто там под маской. Это и русские шлемы, и турецкие были такие же шлемы, одинаковые. Вообще на Востоке у иранцев такое же вооружение. Так вот, эта вот маска называлась личиной. То есть напялить на себя маску, и вот в этой маске всю жизнь прожить. Так вот, система – это та же маска, та же личина на теле Творца. Мы видим систему и воспринимаем её как Творца, но не как, по-другому. Мы воспринимаем, то есть это подмена. Вот человек, который живёт всё время под маской, под личиной, он может менять маску. Он может в разных ситуациях одну маску поменять на другую. В одну команду попал, маску одел. Другая команда, значит, другое окружение, опять маску на себя напялил. Третья команда. И вот мы тоже маска. Так вот, мы считаем очень крутыми ребят, которые маску не меняют, которые остаются все под одной личиной. Дескать, о, это личность. И не понимаем, что личность – это обман. И нечем тут восхищаться. Надо быть естественным. Без всякой маски. Какой-то есть, такой-то и есть. А посмотрите, очень много людей, которые живут вот именно так, напялив на себя непонятно что. Ну вот недавно я смотрел фильм, несколько раз я уже его пересматриваю, «Покровские ворота». Помните, там главный герой этот, историк-то этот, как там его, Костя, да? Он весь из себя, он весь самолюбуется собой, он на себя со стороны смотрит, он не говорит, он поет, он такой, он такой остроумный, такой потрясающий, он играет в шахматы, он всех обыгрывает, он успешный со всех сторон. А что там внутри, никто не знает. Вот копни его где-нибудь, попади в какую-нибудь ситуацию, где висит на молоске жизнь, смерть, где вот так, где требуется максимальное напряжение силы. И вот тут маска сразу летит, черта и мать. И тут сразу бывает такой герой, ну супер-герой, с такой маской разгуливает по жизни, а попадает в такую ситуацию, что мокрая курица, это лучше смотрится. А человек, который живет без личины, без маски, ну какой есть, такой есть, и его все воспринимают таким, и это хорошо наоборот. Так вот, система, это та же самая маска на лице нашего социума, где душа социума скрыта под этой вот системой. И хочется мне вот что сказать, что система эта управляется, чем управляется извне, извне. Когда говорят нам, что транснациональные корпорации, банкиры там что-то решают, что-то там они пытаются. Да, они на своем уровне, они что-то пытаются. Вот, например, сейчас они пытаются из России сделать вторую Америку, то есть сделать из России жандарма еще одного на планете. Была Америка жандармом, но этот жандарм очень дорогой оказался, вот, слишком много хочет, тяжело его содержать, Россия намного дешевле, а жандарм будет хороший. Вот они сейчас и задумались. Ну, я имею в виду братьев Ротшильдов, которые хотят сейчас из России такого жандарма сделать. И пустить, так сказать, Россию под откос, так же, как и Америка сейчас будет под откосом. Ну, со временем, естественно. Сначала она расцветет, потом она станет не нужна, нас развратят, так же, как американцев. Начнем жить так же, как и они, там, на широкую ногу. Все это, это все временное явление, а потом все это опять свернется, и что будет, не ясно. Вот. Так я хочу вам одну вещь объяснить. Вот, люди, которые, вот сейчас мы разбирались с вами, мы дошли до какого уровня? Дошли, первый уровень это что? Это эстеты, второй уровень у нас моралисты, третий уровень это этики. Вот этики имеют, они имеют все, они имеют и совесть, и благородство, и честь, имеют чувство справедливости. Вот. Но этика можно поставить в рамки морали. И ему такую мораль навязать, что из нее можно потом веревки свить, из этого этика. И ничего тут не сделаешь. Он будет плакать, но он будет выполнять то, что ему предначертано. Из вас, может, Махабхара, то читали кто-нибудь из вас? Или, может, фильм смотрели? Ну, кто фильм смотрел, помните, Пхишму. Вот пример. Пример типичного этика. То есть, он все делал, считал, что он делает правильно. Уверен был, что по закону, все по закону, да? И когда ему Кришна на поле битвы объяснил его ошибки, что он натворил. Пример. Что хотели с ним, то и делали. Вот в течение целой его жизни, да? Вот. Он понял и что, ну, принял смерть свою уже вот так, как герой, да? Вот. И остается у нас кто последний? Остается человек, связанный с Творцом напрямую. То есть, человек в Боге или Бог в человеке. То есть, вот так. Это последняя инстанция душевного роста. То есть, смотрите. Эволюция идет. Эволюция этик, моралист. Вот. Вернее, эстет, моралист, этик. И пошел уже вот этот человек, который связан с Творцом. Это последнее. Вот как выйти на этот уровень? Как выйти на уровень Творца? Как сделать так, чтобы система от вас отвалила? Чтобы перестала система вас доить? Сколько можно в нее вливать своей энергии? Это ведь... Почему мы так живем мало? Ведь мы же очень мало живем. Ведь сколько человек живет? Ну, от силы там кое-как наскребает там сотню лет. Еле-еле. Душа в теле. Понимаете? А ведь наш-то возраст, это ведь рассчитано-то мы не на сто лет. Мы, самое маленькое, рассчитаны на сто пятьдесят. А если по большому счету и на все двести, то есть две сотни лет, это в легкую. Человек должен жить легко. Две сотни лет. Почему? Потому что, смотрите, я немножко отступление сделал. Мы только приходим к пониманию, чего хотим, после сорока лет. То есть взросление у мужчины идет после сорока пяти. Женщина пораньше. Женщина уже понимает, что ей надо. Где-то лет в двадцать пять-тридцать. Она уже все. Но женщина, у нее и функции другие. Женщина, она... Есть женщина. У нее совсем другой путь жизни. Она не выполняет тех функций и тех задач, которые решает мужчина. Стратегические задачи и движение к Творцу, вот все это на мужчине, не на женщине. Женщина помогает. Женщина дает силу, женщина позволяет этому мужчине. Женщина обустраивает этот путь, да. Женщина рожает детей, новое поколение. Она их вот до трех лет имеет право воспитывать, дальше уже не имеет права. Но до трех лет это все на женщине. Вот. А мужчина вот так. Так вот, а смыть-ка, интересно-то получается. Еще женщина переживает мужчину в наше время. Век женщины где-то 80-82. А мужчина-то... Мы же еще недавно, 54 года или 57 ли там было, средний возраст мужчины. А в чем дело? Нам говорят, мужчина спивается, мужчина наркотики ест, мужчина там курит много и все такое. И вообще курить нельзя, а мужчина курит. Вот. Но это все следствие. Это не причина. Это следствие. Почему у мужчины включается процесс саморазрушения? Об этом отдельно поговорим. У нас сейчас редкого мужчину встретишь, который бы не квасил. Ну, я имею в виду, который бы вообще не брал в рот. Так понемножечку, понемножечку. На праздники почти каждый мужчина прикладывается. Вот. И знает, что это такое. Курить среди мужчин, наверное, тоже... Сейчас редко найдешь некурящую. Очень многие курят. И женщины тоже многие курят. Вот. То есть это все, что... Это все выходит из подсознательного. Из подсознания. Когда включается процесс саморазрушения. Человек наталкивается на стену, на преграду. Куда бы он ни сунулся, везде стена. Невидимая стена в системе. Он живет в стей... Вот в кругом стены. И вот право стена, влево стена, назад стена, впереди стена. И не знает... И вот он чувствует, что его куда-то ведет что-то. Какая-то сила невидимая, очень мощная. Она его ведет и строит его, в рамки ставит. И вот тут она его начинает что? Из нее высасывать жизненную силу. Он донор. Он ощущает это. Можно это, понимаете, не понимать. Ум не всегда до этого доходит. И ум даже не дойдет до этого. Это потому что ум встроен в систему. А если это часть системы, умом тут не понять. Здесь только интуиция работает. Но вот эта интуиция, она как раз постоянно бьет в колокол. И человек начинает искать выход из такой ситуации. А как он его находит? Он еще больше энергии отдает системе. Как? Если он наркотики ест, если он начинает выпивать и постоянно, и часто, если он закуривается, Вы же знаете, наверное, есть очень много хороших людей, которые без сигареты даже ночью просыпаются курить. Понимаете? Вот таких много же людей. То есть в нем включается бессознательно процесс самоубийства. Он сам себя начинает убивать. Есть такие женщины, которые более-менее умные, продвинутые. И, как правило, вот эти люди, они первыми начинают этим заниматься. Вот. Теперь возвращаясь на счет того, что человек очень мало живет. Почему? Значит, в 45 лет мы только начинаем понимать, что мы хотим. Мужчина начинает понимать это. Женщина раньше. Я уже говорил, почему и почему раньше. Дальше. В 70 лет, в 70 лет одновременно и мужчина, и женщина приходят к чему? К мудрости. К мудрости. До этого, до мудрости и тот, и другой должны выйти на уровень... Чего? Разума. Разума. Вот это... Вот разум, разум, ум, разум, а потом мудрость. А мудрость приходит в 70 лет. И даже она после 70 лет, там дальше, где-то, к 80 годам. Но в это время у человека, у него уже и здоровья-то нет. Он все понимает, многие вещи он правильно осознает. А сделать ничего не может. А система смотрит на него и хихикает. Ну давай, ну ты сейчас все понимаешь, да, но ты же ничего не можешь. Чего ты можешь? Ну-ка в могилу. У тебя дорога туда. А у нас сейчас в 70 лет уже люди теряют здоровье полностью. Фактически уже мертвые. Они еще ходят, разговаривают, но... Живут, работают на аптеку. Понимаете как? И вот так. Так вот. Это как раз о чем говорит. Что человек, выйдя на уровень мудрости, вот сначала разума, потом мудрости, он еще должен в течение очень долгого времени созидать в плане вот этом. То есть он, выйдя на понимание мира, он как творец не иссяк. Он только набрал силу. И начинает творить, создавать уже после 70 лет, в течение там еще одного века, он примерно все, вот все, что может, он отдает, что обществу, то есть социуму. Он строит социум. Он строит вокруг себя мир. Уже опираясь на мудрость. Что такое мудрость? Это умение пользоваться едиными общими законами мироздания. Эти законы можно дать человеку с детства. То есть вот это и надо сделать, когда родители будут эти законы знать, и будут эти законы хорошо знать дети. Ну, одно дело знать, это умом понимать. Второе дело осознавать, а третье дело пользоваться. Вот когда человек начинает пользоваться, вот тогда это уже знание, ну, становится, будем так говорить, настоящим. Настоящим знание только тогда, когда оно в деле. И это дело идет, идет, все нормально. А когда мы болтаем, это незнание. Так себе, это одни слова. Так, какие законы мироздания? Первый закон и основной закон – это закон любви. Вот мы сейчас подошли к чему? К человеку, который находится с Творцом в единстве, в едином, будем так говорить, в единой вибрации, в единой частоте, вибрирует самим Творцом. То есть все его чакры, все его центры, начиная с красный центр, оранжевый центр, дальше идет какой? Желтый центр, да, солнечный центр, зеленый центр, и все же центры его, да, сознания, они входят в чистоту Творца. Вот эти же самые центры работают в космосе, да, вот эти потоки. И все это в одном, что в одной вибрации, в резонанс. То есть это если рассматривать человека, который слился с Творцом, когда все центры работают не в раздрае, а в резонансе, в резонансе с высшей силой Творца. Но интересная деталь, вот когда такой человек появляется, его общество отвергает сразу. То есть его не принимает общество. А зачем он такой нужен? Он белая ворона. Он не понимает многие вещи, которые понятны обывателю. Обыватель хорошо зайдет деньги высосать у кого как. Кого обмануть, кого там, у кого-то украсть там и еще как. А этот не способен ни украсть, ни обмануть. Он счастлив потому, что он просто живет. А как ему быть несчастливым, если он в одной вибрации с Творцом вибрирует? Если он, все, любое его желание, а зачем ему копить что-то? Потому что любое его желание, оно моментально исполняется. Он сам становится Богом. И если ему надо куда-то передвинуться в плане пространства, он моментально передвигается в любую точку пространства. Это серьезно. Это называется нуль-транспортировка или телепортация. А и для него это несложно. И в теле причем. То есть вот таких людей у нас, да, они есть, да, они эти люди встречаются, вот, и до сих пор они, эти люди, не перевелись на земле. Но их немного. Их совсем немного. А общество на них смотрит, как на колдунов, как на самых, самых страшных врагов, потому что они призывают куда? Они призывают отказаться от системы. Они призывают людей уйти. Вот поэтому в средние века как от них защищалась система? Вы, наверное, хорошо знаете. Это аутодафе, это костры инквизиции, это ужасные пытки, это находили всех, кто хоть как-то, хоть каким-то боком-припеком там уходит от этой системы, пытается жить с Богом, но не в религии. Любая религия, любая религия, она отделяет человека, она отбрасывает его Бог знает куда. Далеко-далеко от понимания Творца, от его осознания, от связи с Творцом. Значит, было время, и сейчас вернемся опять к древности, дорелигиозное время было, дорелигиозное, в течение миллионов лет, когда никому в голову не приходило создавать какие-то религии. И вообще зачем она нужна? Ведь это же целый институт, институт управления, это определенная иерархия, это финансы, это недвижимость, это Бог знает что. Вы помните, наверное, историю Средневековья. Это орденские союзы, это военные ордена, это армии, это стражники, это, значит, тайные общества, религиозные. Вот, например, тайные общества и сейчас в Ватикане. Два даже, одно опус дея, второе, второе, это, как они, Господи, вылетели с головы, ну, иезуит, иезуит, иезуитский орден, он и сейчас работает вовсю, вовсю работает, да, вот, и даже среди нас могут здесь сидеть кто-то из этого ордена, и что мы скажем? Ну, сидят, улыбаются, говорят, давай, милей, милей, твоя неделя, ты хорошо сказки рассказываешь. А о себе он думает, как о великом человеке, о том, что вот он в этом обществе, он не понимает, что он раб вот этой системы, и он выполняет функции этой системы, ему это не понять. Вот. Так, что получается, что люди, люди стали понимать, очень давно стали понимать, как работает система, и кто ее создал, они не заморачивались, их это не волновало, кто ее создал. И откуда это все? Хотя, на высших, на самом высоком уровне, да, жреческом, там отлично знают врагов, и кто это. Вот. А что делали люди? Вот чем занимались волхвы? Или чем занимались друиды? Чем занимались, значит, жрецы той же Атлантиды, например, да? Они старались дать знания человеку, обычному человеку, знания выхода, выхода из системы. Как сделать так, чтобы человек из системы мог выйти и стать свободным? Чтобы его никакая мораль не контролировала. Потому что мораль можно изменить, как угодно. Единственный контроль, это то есть связь с Творцом. А когда ты с Творцом, то ты что, ты не способен на низкий поступок, ты как бы ты даже, как бы ты не захотел, ты просто не сможешь его совершить. Вот. И здесь что получается? Сейчас попробую я вам рассказать, как идет процесс рождения, рождения человека, избавления от личины, от того, что называется личность, от того, что вот этой маски, от этой маски, от этого противогаза, который на нас с вами сейчас, на лицах наших висит. Вот. Что получается? Как устроена жизнь? Вот. Берем эстета, да? Или шудру. Пускай будет шудра, так проще, да? Вот. Чем он занимается? А для него главное в жизни это что? Получение удовольствия. Все 33 удовольствия, давай сюда. Все, все хочу сразу. Хочу иметь это, хочу это, хочу это, что ребенок родился, ребенок неправильно воспитан, ребенок эгоистичный, он вырос, он эгоист, он конченый эгоист. И вот он теперь, уже большой, взрослый, он понимает только вот то, дай, 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 неважно как, его не интересует, что это за счет кого-то, его это вообще не волнует. Главное, что, вот сейчас, смотрите, что получается, кто такие сидят там наверху, чиновники наши, они вот такого уровня, в основном, такая вот. Отсюда взятки, отсюда различные формы половых извращений, потому что тоже удовольствие для них. Вот. Крышу срывает полностью на базе эгоизма. Вот. И вот наступает момент, наступает момент, когда облом, когда кризис возникает, когда человек не получает удовольствий. Вместо удовольствия он получает фигу с дрыгой. Короче, он не знает, потому что делать. его, естественно, что, сильно бьет это, он возмущен, он начинает, что, возникает процесс чего? Страдание. Вот, у нас есть какое страдание, когда нас поджаривают, да, там, или когда-то руку отрубил, там, или ногу, или там, ну, физическая боль. Она на что указывает? На то, что телу твоему, что, ну, какая-то болезнь, какая-то беда пришла, и твоему телу плохо, и ты должен как-то избавиться. Вот, вот боль, это что? Это, это тот компас, или там будем говорить, тот, та сила, которая указывает нам на то, что с телом не все в порядке. Вот. А душевная боль? Вот, душевная боль, она может превосходить боль физическую несколько раз. Она на более тонком уровне. Душевная боль говорит о том, что у тебя с головой не в порядке, с твоей душой не в порядке. Ты внутренний урод, ты натворил такие вещи, что и теперь ты все, все это и получил этот облом. И теперь тебе либо в петлю залезть, либо меняться. Вот, либо ты меняйся, либо в петлю. Если ты трус, если ты ничего не можешь, если не можешь себя поменять, приспособиться к новой вот ситуации, вот тебе петля, вот тебе 10 килограмм мыла, и давай. Вот. А если ты можешь поменяться, а если ты меняешься, в какую сторону? Вопрос. Естественно, ты меняешься в лучшую сторону. То есть что? Вот эта боль, это что? Это душевная. Она заставляет человека по-другому посмотреть на ситуацию. И самое главное, оценить самого себя в этой ситуации. Кто я? Вот у нас ведь как? Вот наше представление о себе мы принимаем за чистую монету. Вот как мы себя считаем, мы такие и есть. Да, на самом деле, мы ведь другие. Мы совсем другие. Это обман. Мы сами себя обманываем. И вот тут ты получаешь по полной программе. От тебя жена уходит, друзья тебя предают. там масса может быть каких-то вопросов таких не решается. Там где-то у тебя какие-то долги возникают. В общем, сразу на тебя целая пирамида обрушивается. Вот. И ты начинаешь себя со стороны смотреть, а здесь я дурак, здесь я придурочный, здесь я не то сделал, здесь я поступил, здесь... И вот если ты к этому пришел, к пониманию вот этого, ты сильный человек, ты настоящий. Ты действительно можешь поменяться, и ты действительно можешь выйти на уровень связи с Творцом. Потому что это все от него идет. Все эти проблемы, вот удовольствие и кризис, вот этот кризис от Творца, он тебе по башке бьет, обстоятельства бьет. Ты что сделал? Ты что творишь? Опомнись, опомнись, милый. Если ты этот кризис принимаешь, принимаешь, что ты сам все вот это организовал, все вот это твое, у тебя есть шанс встать на ноги и выйти на другой уровень. Но если ты настолько туп, настолько глуп, настолько ты упер, что ты ничего этого не понимаешь, видишь только вовне, этот враг, этот враг, жена плохая, там муж плохой, там вот все меня, там вот так, вот так, вот так, вот так, а я такой золотой, я вот такой хороший, а они все козлы. Но тогда что остается? Ничего. Только, ну что, взять, еще раз повторяю, это, чтобы выйти из этого, а кризисовать никуда не уходит. Он же остается. Ты же никак. Он сохраняется, этот кризис. Тот же огромный поток энергии из себя бьет в эту систему. То есть, творец тебя ставит на место, а энергию ты отдаешь системе, не творцу, а системе. И система довольна вот этим вот как раз к твоим кризисам. Это хорошо для нее, это нормально. Ты превращаешься там в щепку, у тебя там раковая болезнь возникает, там или 33 другие болезни, а системе хорошо. Она получает твою энергию. Ну ты сам в этом виноват. Ну а творец поставил тебя на место. И вот ты, что, остается только, ну петля, или там еще что-нибудь, можно ядом воспользоваться, можно, вон, как Анна Корейна пошла под поезд, бросилась. Ну что, таких случаев, ну можно что угодно. Придумать можно все. Слабые люди, слабые люди, они вот так и поступают. Тряпки, слабые люди, не способные к изменению, то есть, они уходят из жизни вот так. Они никому, они не нужны ни системе, потому что они энергию отдали, систему полностью. Они творцу такие не нужны. Творцу нужны люди, которые к нему идут. А если ты к нему идешь, значит что? Ты меняешься. Ты принимаешь все, что с тобой случилось, ты принимаешь и пропускаешь через себя. И в конце концов, выйдя на понимание самого себя, ты отбрасываешь этот кризис куда-то далеко-далеко. Кризис, ты понимаешь, что кризис-то никакого. И нет. Этот кризис искусственно созданный, ты же сам его организовал, сам все сделал. Значит, можно по-другому начать жить, совершенно поменяв уже свой вектор, свои вектора жизненные, изменив себя в том направлении, в каком надо, и уже кризиса не будет. Но самое главное, нужно отказаться от удовольствия. Не искать в жизни удовольствия, ни от людей, ничего. Удовольствие – это временное явление. Всегда удовольствие сменяется, чем кризисом. Поэтому нужно служить, научиться. Нужно войти в понимание службы. Ты служишь Творцу, ты начинаешь служить. И все, что бы ты ни делал, и все, что даже для кого-то это будет удовольствием, для тебя это не является удовольствием. Это не сама цель. Это просто следствие твоей жизненной позиции. Вот твоя жизненная позиция такова, это следствие, и ты принимаешь и удовольствие нормально, и ругать в свой адрес так же принимаешь спокойно и не реагируешь на это, потому что это тоже ложь. Ты понимаешь, что везде, кругом тебя окружает ложь. Вот насчет сейчас лжи. Самое главное, я не сказал, ну мы же про систему говорим, и о выходе из нее. Значит, самое главное оружие системы, вы, наверное, понимаете, что? Это что? Ложь. Это ложь. Это глобальная, тотальная ложь во всем. Куда бы мы ни бросили взгляд, что бы мы ни делали, везде ложь. Если древние боялись лжи, они, для них ложь, это было нечто ужасное, это страшное было. В крайнем случае пользовались ложью для победы над какой-то стихией, где-то какая-то демоническая личность что-то творит, чтобы эту личность остановить, чтобы эту личность как-то пресечь. Оружие, ложь, это было оружие против вот таких личностей. Когда на поле Куру-Кшетри спросил Арджуна Кришну, говорит, слушай, что ты скажешь про ложь? Кришна говорит, это самый страшный грех. Это ужас, это ни в коем случае допускать его нельзя. Вот. Но ему Арджуна говорит, если это ложь направлена на победу, но для победы над злом, да? Вот. И Кришна улыбнулся, говорит, ну тогда это святая правда. Вот. В крайнем случае прибегали наши предки к лжи. В крайнем случае. Это, чтобы использовать ложь, нужно перешагнуть через понятие, чести. Вот. Человек чести, да? Вот мы говорим, честный человек. Честный, да? Ну, что такое честный человек? Он сегодня честный, завтра он нечестный. Может поступить как угодно. Он в данном случае честный. Но человек чести, это не честный, это более высокий уровень. Так вот, человек чести, он никогда не будет врать. Дабы, дабы не опустить себя в своих глазах. Как он сам себя будет уважать после того, как он придумает какую-то, черт тебе знает. Бог знает какую картину, да? И кому-то ее втюрит, кому-то в мозги вобьет, да? Вот. Вот понятие чести очень серьезное. Так вот, древние знали вот это понятие. Сейчас мы не знаем, что это такое. Поэтому ложь – это оружие всех против всех. Жена лжет мужу, муж лжет жене. Система, включишь телевизор – сплошная ложь, включишь радио – сплошная ложь. Куда бы ты ни посмотрел, ложь, а еще хуже, когда ложь смешана с правдой, там где-то полуправда, и тебя ловят на этом, и полностью ты, ты вкладываешь, вот, в то, что услышал, ты вкладываешь душу, ты начинаешь верить в то, что это действительно так, а на самом деле это все не так. Вот. И вот это беда. Так вот, человек, который освобождается от системы, да, он одинаково, спокойно встречает успех, то есть, вот, то, что для кого-то это удовольствие, да, какое-то, ну, мало ли что, может быть, да, вот, кто-то это как удовольствие воспринимает, а и одинаково воспринимает, и какие-то проблемы негативные, ему это без разницы, он спокойно, ровно, все вот это воспринимает. Вы когда-нибудь читали завещание Киплинга, сыну? Да, да. Там как раз, равно встречай успех, и поругань, не забывай, что их голос лжив, помните эти слова, да, вот. Так вот, и успех, это как раз касается удовольствия, и поругань, и все это для человека становится без разницы. Он просто переходит во что? Вибрацию, вибрацию служения Творцу, то есть он становится частью Творца, и через него энергии Творца текут в окружающую реальность, в той реальности, в которой он живет. теперь он может пользоваться энергией самого Творца. Да, таких людей у нас немного, но к этому должен каждый человек стремиться. Но я хочу что сказать, что когда человек выходит из-под управления системой, перестает ей дарить свою энергию, то система начинает против него войну, причем войну тотальную. На всех уровнях, вот все, чем владеет система, все обрушивается на этого человека. Все абсолютно. Все. Начиная с чиновников. Куда бы этот человек ни пошел, ни один чиновник ему не подпишет ни один документ, хотя все 100%. Он должен подписать. Обязан. Если даже это происходит только через суды, через 10 раз судиться надо, чиновнику ничего не будет. Хотя он тысячу раз его посадить надо, за то, что он саботажем занимается, но вот ему ничего не будет, а нервы помотает. Жена будет против, дети будут против, соседи будут против, все будет против. И сама полевая структура, сама будет полевая структура стремиться уничтожить человека. Вы должны еще одну вещь понимать, что система способна зомбировать людей. Слабых людей она просто зомбирует, просто превращает их в биороботов. Ну, в биороботов превращает. Вот. И иногда ты попадаешь в такую ситуацию, что к тебе подходит человек, пытается тебя просто убить. Смотришь ему в глаза, а у него в глазах ничего, пусто. Он даже, он спит, он даже не знает, что он делает. Он просто не знает, что он делает. И вот тряхнешь, он приходит в себя и не может понять, где он. Но от секунды он бы тебе нож воткнул бы в бок или в сердце, или спустил курок. Еще бы несколько, буквально мгновение, да? И когда он приходит в себя, а что со мной? И ты понимаешь, что вот этот человек вот только что управлялся. То есть на тебя система ополчилась, она находит слабых, слабые звенья вокруг тебя, да? И на тебя начинаешь что? Толкать их, да? Вот. Стараться тебе вплоть до летала. Потому что ты опасен, ты для нее опасен. Вот то, что сейчас я рассказываю, я уже опасен. Вот так. Такие случаи со мной несколько раз были. Один раз я катер вел по АБИ, меня догоняет толкач здоровенный, у него скорость побольше, и он догоняет. Я ухожу на мель, а он идет тоже на мель. И думаю, что он лезет на мель? Там же глубины-то нет. У меня-то катер идет, он мелкий, он идет по мели. А он нет, не идет. И он все равно лезет на мель. Думаю, ну сейчас же сядет, этот дурак. А потом до меня доходит, что-то у меня может случиться с двигателем. Если что-то с двигателем у меня случится, он меня просто накроется ими баржами. Потому что метров пятьдесят, он даже тормознуть не сможет, он просто меня не видит. Я бросаю катер на другую сторону реки, ухожу, этот вылазит с этого, с мели, там муть такая пошла, он уже цеплять стал мель, но он не понимает, куда он идет. Суюсь в движок свой, там редуктор дышал на ладан. То есть система залезла и в редуктор, и смогла даже механику поломать. Но дело-то еще в чем? Всегда против системы стоит кто? Творец, который контролирует ее действия. Тут начинается битва между одним эгрегором, вот искусственным. И систему можно назвать эгрегоромона. Я его в книгах так называю, чтобы понятно было. И творцом, который старается ее нейтрализовать в этих случаях, вот когда вот такое происходит. Это с любым человеком может быть, который пытается выйти из-под управления этой беды. О чем у нас сейчас речь? О том, что нам не хватает времени, нам не хватает времени, чтобы реализовать себя, чтобы выйти из системы. Выйти из системы, пока вы молодые, очень сложно. Просто практически вы полностью в ней. И ваш ум настолько погружен в систему, что вы ей служите. Ум на что нацелен у человека? На сплошные что? Разделения. Ум разделяет нас. Разум что делает? Объединяет. Вот когда мы выходим на уровень разума, мы начинаем понимать, что все, что вокруг нас есть, все это можно собрать в единое целое. И тогда система, что ломает зубы по тебе, она ничего не может. Не вот, ну, даже простая вещь, да? Вот я был, когда в Германии, то там Манфред Рёдер, один там мой друг, националист немецкий, меня обнимает, и уже старик, уже 90 с лишним лет, он ждет своей смерти, он больной раком, да? А он мне шепчет на немецком, запомни, 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 Георгий, вместе немцы и русские непобедимы. Запомни эти слова, вместе мы непобедимы. Шепотом мне говорит, он вышел на понимание того, что должен он был понять еще в детстве, когда он был в Гитлерюгенте служил. Если бы тогда люди молодые поняли, что это единая все, единая структура белая раса Ирбины и Арии, что давно надо объединить и тех, и других против системы, наверное, бы не было бы этой войны, этой вот ужасной войны, понимаете? Вот. И вот выход на, разум – это одна из самых главных задач. Когда мы выходим на разумное восприятие окружающего? Через страдания. Поэтому Иисус как говорил, Иисус ведь не был никаким христианином, он был ведическим волхвом, он был очень высокого посвящения, высокообразованная, такая была не личность, а сущность была. Он даже, он не был личностью, он был сущностью. Так вот, он как говорил, что, да здравствуют страдания, они нас приближают к Творцу. Действительно, так и идет. Но только в одном случае, если мы этого хотим, если мы действительно, осознав себя, поняв себя полностью, кто мы и что мы, докопавшись в себе до самого, до глубин нашего, нашего бессознательного, мы понимаем, кто мы. И даже бывает так, что находишь в себе подлые черты, одна подлая, вторая, третья, четвертая, дам сотый, господи, ну уж какой же я и предатель, и подлец, и подонок. И что там только нет, да? Но когда ты это все спокойно воспринимаешь, ты начинаешь понимать, от этого можно уйти, от этого можно уйти, от этого тоже можно уйти. Здесь попросить прощения можно и сделать вот так-то. И ты полностью сбрасываешь с себя вот этот вот кошмар, который накопился, который сложился за счет того, за счет глупости нашей вот в молодости, когда мы в системе, так сказать, плавали. Есть люди, которые принимают систему, понимая, что это, прекрасно понимая, и эту систему подчиняют себе. Это демонические личности, которые не просто живут спонтанно в ней, как мы сейчас все спонтанно в ней живем. Но эти люди, они отлично знают, что вот она структура, материально-полевая, которая управляет всем социумом, а над ней стоят твари инопланетные, которые не показываются на глаза, но которые хорошо ее манипулируют. И эта энергия, которая накапливается в системе, частично уходит еще и на них. Это как получается, сами понимаете, да? Сбор урожая. Сбор урожая энергетического, тонкоматериального. Вот. И они специально начинают так жить, вот понимая устройство системы, чтобы, так сказать, иметь все в этой жизни, вот, но не рассчитывая на то, что они снова воплотятся. Потому что, как правило, такие люди, они не ополощаются. Они живут одной жизнью. Вот эта жизнь, которая вот им сейчас дана, но они как в сыр масле катаются. Они служат системе, они стараются для нее, как могут, они вкладывают огромную энергию в нее, они заставляют других людей раскошелиться, то есть отдать энергию системе. Это ее слуги. Это та группа, которая четко понимает устройство мира. Вот. Я имею в виду церковь сатаны. Вы не понимаете, о чем я говорю? Вот. Это церковь сатаны. Ну, сатана – это тоже искусственное вот это вот название, вот этого эгрегора Амона, да? Так вот, вот это их бог. Вот это их бог. Вот это их хозяин. Это их хозяин. Вот. И этому хозяину они верой и правдой служат. Не только они. Ведь это ведь... Тут эгрегор, как он устроен? Вот это... У него такое устройство, типа виноградной грозди. Такой, понимаете? Вот один плод, второй плод, третий, четвертый, все секты какие там только есть, разделение, все формы разделения, все-все-все. А стержень, стержень проходит, это вот церковь, которая в свою очередь вбирает в себя направление востока, направление юга, направление запада, вот, и направление, которое у нас сейчас называется дорога в никуда. то есть дорога на тот свет. Вот это очень серьезная дорога, про которую мало кто знает. Тут вот какая интересная вещь. Когда человек начинает это все понимать, у некоторых христиан, особенно у христиан, у мусульман, они не заморачиваются этой идеей, вот этой мыслью, а христиане, они начинают думать. А как так получилось? Ведь Иисус по Новому Завету не проповедовал ничего того, что происходит вот сейчас. Он не проповедовал смерти, он не говорил, что кого-то надо там убивать за его крамольные мысли. Он не был идеологом крестовых походов куда-то зачем-то, непонятно. То есть тем более еретиков жарить на кострах, ну вообще ему в голову такое не приходило. И откуда это все берется? И вот я хочу рассказать о тех подвижниках, которые в христианской церкви, которые вышли из-под управления системой. И они начинают соображать, а что случилось? И оказывается очень просто. Они начинают смотреть. Там Святой Августин, там все эти 12 апостолов, там их масса святых. Святые как византийские святые на территории Восточной Римской империи, так и римские святые, которые в Риме, и в Европе. И получается, что эти святые, все эти подвижники христианские, они в святости превзошли кого? Христа. Они поставили себя выше Его. Тот же апостол Савл или Павел. Тот же апостол Петр. И они потом извратили вот это учение, учение о подлинности. А что давал Иисус? Он давал знания общих единых законов мироздания. Первый из которых является закон любви. Вот мы к нему и сейчас придем. Так вот, когда они это понимать начинали, вот понимать начинали, что они служат не Христу. Иисус тут вообще ни при чем. То есть, это совершенно другие личности, другие нелюди, которые все это узурпировали, себе это все прикрылись именем Христа. И начинается внутри человека этот бунт. Вот так первый бунт начался в 12 веке у катаров. Альбегойцы подняли, слышали восстание альбегойцев, катаров, движение очень мощное, которое хватило юг Франции. И они поняли, что они оказались в системе. И решили из системы что? Выпасть. Уйти из системы. Жить подлинной, нормальной жизнью с Творцом напрямую. То есть, общение с Творцом. Чем это закончилось? Это крестовый поход, это уничтожение Лангедока, это взятие Мансигюр, их столицы, это сожжение на костре 200 человек их подвижников, их жрецов, две сотни сожгли на кострах. Это вот уничтожение полное. Это полное уничтожение вот этого движения альбегойцев. Дальше, значит, смотрите, почему такая ярость была, такая была ненависть у христиан, у католиков, которые вели войну с Западной Руссией. Вот вели войну с племенами Абодритов, Лужичан, Сербов, Лютичей, Поморян, а потом, когда эти народы были союз, вот этот вот союз славянский был взят все-таки с огромными потерями, разрушен, уничтожен, все города были обращены в руины, они двинулись дальше на Пруссию, вышли в Прибалтику, вот эти вот орденские союзы, главная причина не потому, что они хотели язычников, так называемых, сделать христианами насильно, ведь закон, один из главных законов мироздания, закон свободы воли, но если человек не хочет быть христианином, что ты к нему пристаешь, ну не хочет быть, ну и пускай себе живет так, как хочет, но здесь что, здесь не в этом вопрос, что люди что не хотят, вопрос в том, что вот Западная Русь, дальше Прибалтийские племена, например, те же Курши, например, да, и те же Лэты, это Лэтгалы, они не были язычниками, понимаете, они были из ведийской цивилизации, они понимали, знали и общие законы мироздания, они понимали суть структуру системы, они прекрасно понимали, куда их тащат все, эти вот христиане, они суть христианства понимали от и до, насквозь, ведь видели это христианство, вот, и естественно, естественно, нужно было как можно скорее их что, их крестить, то есть заставить их насильно принять христианскую идеологию, навязать им идеологию, у них никакой идеологии это и не было, значит, надо было им идеологию навязать, насильно их пристегнуть к системе и что, и доить, вот, это было главное, отсюда, отсюда, нашествие католиков на Русь в каком веке, в 13 веке, 1239 год, это первое выступление было шведов, которые приняли католицизм, вот, и двинулись они то же самое Драхан на Остом, то есть на Восток, да, вот, почему на Руси вот так сложилось, почему они на нас, ведь вроде бы, мы же тоже христиане, да, мы христиане, дело в том, что наше христианство оказалось, вот я должен вам немножко рассказать, чтобы вам поднять настроение, вот, наше христианство оказалось никаким не христианством, а по-другому подлинным христианством, если никаким не христианством, то есть, что, наша церковь, которая возникла у нас в Восточной Европе, да, на Руси, она не приняла всех этих святых, ни византийских, ни римских, там, имена их были известны, но учение, как идеология, она, их учение, как идеологию, не восприняло наше общество, общество Руси. Самого Христа, самого Христа, учение было воспринято, но оно ничем не отличалось от учения, которое всегда было на Руси, от общих, единых законов мироздания. Собственно, ничего нового Иисус и не давал. Когда пришли христиане первые к нам при Владимире, Владимир там как ни старался, но он не победил. Нам говорят, Владимир, так сказать, крестил Русь, да? Да не крестил он ее. Попытка была такая крестить. На Руси давно появились христианские общины. Но эти христианские общины, они рассматривали Христа, как одного из учителей, не как Сына Бога, одного из очень серьезных учителей жизни, который пришел к иудеям рассказать им о том, как живет Русь, как живет Восточная Европа и Сибирь, как живут арийские народы Центральной Азии. То есть, понятно, он пришел, собственно, дать знания иудеям о законе любви, о законе времени, закон совести, закон целостности, о котором я говорил, закон равенства, закон маятника, там много законов. Вот эти законы он пытался, он только открыл рот насчет закона любви и сразу его уничтожили. Так вот, что получилось? Уважение к Христу было, чтобы не злить Европу, не злить Европу. Мы объявили вроде как себя христианской державой, но все наши храмы были открыты и для ведических русских, и для тех, кто Христа уважал. И ведические русские уважали Христа, понимали, что он свой мужик-то был, никаким врагом не был, он своим человеком был. Вот. Эти древняя вера, древняя религия, она не противоречила своими законами тому, что говорил Иисус, и нас до сих пор за это считают язычниками на Западе. Они отлично понимают, что наше вот это вот христианство это ширма, это просто ширма, а наши волхвы возглавили наше первое наше христианство. То есть вот десятый век, одиннадцатый век, двенадцатый век, тринадцатый век, понимаете, и все, вот, и четырнадцатый век, все во главе нашего православия стояли волхвы, которые не дали нашему христианству развиться в то, что мы видим на Западе. У нас горели красные инквизиции? Горели, было такое, но это было только, это нонсенс был, это там, где были перегибы, этих батюшек, которые творили такое, им головы потом рубили за это, сразу же. Костров было совсем немного. Да, иногда в деревнях, в диких, топили ведьм, вы, наверное, видели фильм, да? Топили, вот этот обряд хорошо показали, но это в диких деревнях, где попы с ума сходили, а где волх был какой-то рядом, который попа держал вот так за горло, и этого не было. Вот. Понимаете? То есть у нас этих перегибов чудовищных, аутодофы не было, продажа индульгенции не было, вот. И даже наши, наши подвижники, ну, христианские, они выходили на поля сражений, ведь они как, вот орден, этот орден, военный орден, он, а вот эти могли, так сказать, подвижники католической церкви, орденские союзы создавали, и они все принимали присягу, отдавали, присягали папе римскому и проливали кровь на полях сражений. А вообще-то христианин не должен проливать кровь, просто простой христианин. А у нас не было орденских союзов, у нас не создавались какие-то ордена военные, да? Но наши, наши эти христиане, они ничем не уступали ведическим русским. Они также защищали родину, также стояли в строю, также стояли вместе вместе с ведийскими воинами в одном строю. Вы, наверное, помните битву на Куликовом поле, где монах, боярин, бывший боярин, монах выступил против Тимирбека, да, этого богатыря из Орды. Он же был монах, и Сергий Радонежский послал кучу монахов, хорошо обученных воинскому искусству, в войско Дмитрия. Это считалось великим грехом на Западе. Вот, если ты в Орденском союзе, ты имеешь право, а если ты просто монах, то не имеешь права, или там просто какой-то аббат. А здесь разницы не было. Родина для всех одинаковая. То есть наше христианство очень резко отличалось тогда от христианства средневековой Европы. Вот сейчас, сейчас, да, сейчас меняется все. Сейчас пришло время экуменизма. Вы, наверное, знаете, что это такое, да? Вот, католическая церковь, Ватикан сейчас пытается подчинить себе не только наше православие, но и православие сербов. Вот, церковь, армянскую церковь, церковь грузинскую, вот, автокефальную. То есть они хотят управлять всем христианским миром. Не только христианским, но еще и иудеями. То есть они вот так. У них аппетиты здоровые. Вот. И что печально, что после реформы Никона, да, 1666 год, вот, после никонианской реформы наша церковь очень сильно приблизилась к католическому канону. То есть мы к католицизму пришли сейчас очень близко. То есть фактически мы стоим рядом. И я не удивлюсь, если мы узнаем о тайном документе, которые подписаны Папой Римским и нашим Патриархом о подчинении. Я вот не слышать об этом я уже много раз слышал. вот. А? Не верю, что они встретили. Да, я много раз об этом слышал. Верится с трудом, верится с трудом, что это может быть, но вполне возможно. Вполне возможно. Почему? Потому что, понимаете, если развивать нашу церковь, нашу, вот так, как она есть, как она была заложена в свое время первыми христианами и как она была потом усилена с Сергием Радонежским, то люди начнут, то есть, люди восточно-европейские равнины, то есть, нашей родины, то есть, Россия начнет очень, пускай медленно, но верно выходить из-под влияния системы. Сама вот эта православная церковь, настоящая православная церковь, да, не мистическая, а настоящая. Это ведь школа, школа духовности, то есть, выхода человека, то есть, приближение человека к Творцу. Но было сделано все возможное, чтобы этого не произошло. Нас замкнули на чем? На мистике, на молитвах, на обрядах, на мистике и никакого знания, никакого знания о Творце, ничего. Нам опять было вбито в голову, что Иисус это неподвижник, а это Сын Божий. И то, что он говорил в свое время о том, что он Сын Божий, это не потому, что он, а потому, что любой из нас является Сыном Божьим, хоть кто. Хоть кто. Мы все люди, мы все дети Творца. Он пытался вот этим достучаться. Они взяли, перевернули по-другому, и что сам Иисус это что? Это Сын Сын Божий, а мы все Бог знает кто, мы никто. То есть, мы никакого отношения не имеем к Творцу, мы все рабы, мы все его рабы, но рабы, рабы не Бога, рабы, так говорят у нас в церкви, раб Божий. Раб кого? Раб системы. Потому что нашим Богом нашим Богом стала что? Система. Вот нашим Богом стала система, в которой мы сейчас прозябаем, и выхода из нее фактически никакого нет. Но вот я сейчас что сказал. Значит, что? Кризисы. Кризис, любой кризис, если у вас он возникает, если, а у каждого он есть, каждый этот кризис из вас переживал, душевный кризис, душевную боль, дайте этому кризису до конца дойти. Не торопитесь ни на тот свет, никуда. Чем больнее вам, тем вы должны понять, что вы очень твердый материал. Твердый, очень твердый. Если боль не очень высокая, и вы начинаете эту боль нивелировать в себе, то значит вы что? Вы мягкий материал. То есть идет сотворчество. Творец из вас лепит то, что он хочет вас видеть через вашу душевную боль, через ваш кризис душевный. Если вы хорошо, вот это нормально реагируете, понимаете, переживаете этот кризис, потом приходит время, когда вы понимаете, что вы совершенно другой человек, что все, что из-за чего вы страдали, все это ушло и улетело, и осталось где-то там, вот жизнь впереди, еще целая жизнь впереди, и надо жить дальше, все, то есть вы вышли на уровень, на уровень высокий, нормальный уровень, только не попадитесь снова в ловушку, будет снова ловушка, опять вам предложит система удовольствия, одно, второе, третье, четвертое, вы опять туда повелись, опять кризис, опять то же самое, и будет что, близ конца, что маятник качаться, или вот так вот будет идти, без разницы, туда-сюда, хода-то никакого, то есть по линии будет вот так, да, а ведь нужно, чтобы вот так было, а лучше, чтобы вот так, так и прямая линия к творцу, то есть график другой, ну можно нарисовать, я думаю, вы так понимаете меня, что рисовать, зря, время тратить, вот, поэтому все кризисы, все кризисы, какие бы ни возникли, вот, принимайте это как радость, принимайте это как способ изменения и перехода на более высокий уровень сознания, это очень важно, здесь я хочу, что сказать еще, касается, очень, здесь, сильно касается наших женщин, ведь систем, мы о системе ведь не закончили разговор, система многомерна, система бесконечна, система очень хорошо работает по женщине, женщина, христианка, мусульманка, без разницы, какая бы она ни была, буддистка, без разницы, женщина в любом случае это лакомый кусок системы, самый лакомый, и женщина система делает все, что захочет, ведь, понимаете, женщина это носитель любви, самого творца, в материальном плане, в плотном, вот в плотном плане, то есть, вот лада, лада, богиня, да, вот этот зеленый, зеленый центр, его принимает любая женщина, любая, вот эта, любая женщина, это, это что, часть вот этой энергии, часть женского потока, часть мощного женского потока, то есть космического, Мы все, вы все вот женщины здесь сидящие, вы все сестры, вы все сестры Паладе, то есть вы так же как и мужчины, сестры Пасваровы, то есть, вернее, братья Пасваровы, да, вот, получается вот так, и что мы видим? Мы видим то, что женщина, она привязана к материальному, причем привязана к материальному намного больше, чем мужчины Это ее суть, это ее, как сказать, ее задачи Если мужчина занимается стратегическими задачами, он творческим потенциалом владеет Для него творчество самое главное, то женщина в материальном плане, она вокруг него вьется, вот она идет, да, и она обеспечивает, это крест вот этот, да, вот, женская энергия социальная и мужское направление к творцу То есть она ему создает все возможное, чтобы он выполнил свои долгосрочные программы, долгосрочную задачу, которую он перед собой поставил Вот, например, многие мужчины, они даже не понимают, а зачем они живут Некоторым мужчинам вбиты в голову системы, что он обязан кормить семью, содержать свою семью, детей родил, воспитать И на этом заканчивается вся жизнь Да это же ведь только 10% того, что должен совершить мужчина А если даже 10, даже может быть и меньше, чем 10 Это совсем, это элементарные вещи, которые, ну просто они элементарные Ты живешь, естественно, оставляешь после себя наследника какого-то, там, наследницу Вот, ты воспитываешь после себя тех, кто продолжит твое дело по жизни, кто следом пойдет Ты, естественно, дашь этому своим детям образование, сам дашь образование, покажешь направление, куда они должны идти Это нормально, а само-то направление, сама-то задача Так вот, чтобы мужчину сбить с этой вот задачи, с этой задачи Для этого и работает система женщины Женщина этим и занимается Женщина старается мужчину зациклить на всем материальном, только на материальном На обеспечении ее самой То есть получается, что мы сейчас Ну, не обижайтесь на меня, женщины, я не хочу вас обижать Но мы куда бы сейчас не посмотрели Фактически идет, что Как одна мне женщина сказала Знаешь, говорит, что такое мужчина для меня? Это пакет услуг Вот, если эти услуги все он выполняет, я его терплю А если нет, пошел нахрен Я другого себе найду, который мне это будет все делать А какой любви ты говоришь? Я говорю, ты их любить надо? А какой любви? Ты что, с ума сошел? Я никого не любил и никого любить не буду Я люблю деньги, вещи, я люблю вот это, это, это Я люблю развлечения Он должен мне это все предоставить Если он мне все дает, я живу Если нет, я меняю Я говорю, ну, пока ты молодая, пока ты кому-то нужна в сексуальном плане Пока на тебе окидываются там самцы Но не мужчины, а самцы Вот, а дальше что? А я найду себе Я таких найду Я вот сейчас только в Москве с такой разговариваю А таких кабелей много, дураков У которых куча денег Но это, вы понимаете, что происходит? Откуда это все? Откуда? Это система воспитания, конечно Вот она, родилась эта девочка Ах, ты такая красавица, ах, ты такая-такая Да ты самая-самая, да ты тут самая Ах, ты это хочешь на тебе, вот это Ах, ты это захотела О, какие бантики, какие Какое платьице В пять или шесть лет устраиваются конкурсы красоты За это убивать надо Ломает девочку, ломает через колено Ее там раскрасят А там она, она там бегает полуголенькая Какая там фигура Какие там, там ничего нет Там просто, просто идет убийство Убийство этой девочки Просто убийство, духовное убийство Вот Дальше разговоры Ты знаешь, тебя, да тебя Да принц придет на белом коне На руки возьмет Всю жизнь будет тебе Для тебя вот это, это, это Он будет тебе подарки дарить Ее не воспитывают Не воспитывают отдавать Дарить любовь свою мужчине Помогать мужчине Идти за мужчиной по жизни Принимая все удары, которые на него сыпятся Прикрывая его собой Как это было всегда А она чистый паразит Что-то наподобие аскориды Которую, так сказать, мужчина должен Держать вот так Лелеять Меня лелеять надо Я такая красавица Мне надо это, это, это Я одну знаю, господи Зачем тебе Что-то у нее штук 15 этих шуб Всяких разных И норковых там И соболинных Каких только нет Ей все мало Он должен ей обеспечить Еще какую-то шубу Она страдает Она мучается Ей надо вот это Ей нужно 2-3 машины То есть У нее, по-моему, есть 2 машины Еще третья какая-то Вот И вот Наше воспитание Вот Женщина Вот система Так Сделала так Что женщину Вот такой Воспитывают Сейчас И И что тут Сделаешь Вот Вот как это Вот Остановить этот процесс А что А такая женщина Приходит в семью В семью, да Она ее разрушает Она может только разрушать Она разрушает Одну семью Если она красивая Если она Имеет какие-то там формы Что-то там в ней есть Она естественно Привлекатель Привлекает Кого-то Она Ее учат Ее учат Как привлечь Как на себе Женить мужика Значит Как заставить его Раскошелиться Ведь целые И ведь есть Целая библиотека Есть Библиотека стервы Вы, наверное, видели, да Эти книги Институт Институт Да как где других-то взять Где их взять-то Вот в чем дело Здесь Здесь воспитание Как Система продумала Все Воспитание Девочек и мальчиков Ведется вместе И в детских садах Вот И в школах Девочка развивается Намного быстрее Чем мальчик Девочка начинает Очень скоро Подавлять мальчика И в детском саду И в яслях И в детском саду Она начинает его Просто подавлять Она интеллектуально Его подавляет Физически он может быть И сильнее ее Но Но она интеллектуальна Она более развита А мальчик за ней Плетется Плетется И в конце концов У него возникает Чувство какое К женщине Что он человек Второго сорта И в школе Девочки учатся Лучше Чем мальчики Вот Потому что Мальчишки есть мальчишки Они шарлатаны Туда-сюда Там в голове Что попало А у девочек У девочек Это более Более серьезно Вот И что мы потом видим Видим Мужчин Который Он инфантильный Он входит В жизнь А Он не мужчина Вообще-то Он не мужчина Это что-то другое Это какая-то тряпка Из которой Женщина берет его И что хочет Из него Вот так вот Высасывает Высасывает Ага Нечего уже Ну ладно Я возьму другого И буду другого Так же сосать Вот Понимаете Ведь арсенал Женский Гигантский Есть Так называем Молчаливый крик Вот она молчит А ты ей все отдашь И Вывернешься наизнанку Она ничего не скажет Она просто будет молчать Она будет по дому Туда-сюда Ходить Крест-накрест Она будет передвигать Посуды Она будет передвигать Стульями И ты сбежишь Из дома Ну Это арсенал Она может Истерика закатить Она может Слезы лить Она может Может брать Телефон Набирать Там кого-то Кого-то С кем-то Там у нее куча Там кого-то То есть Она нервы мотать Научилась Очень хорошо Ее учат этому Ее учат Не как любить А как высасывать Из мужчины Все Все что можно А это все Работает на систему Естественно Кто этим занимается Система занимается Система занимается Вот так И Сейчас Все законы государств Не только нашего Без разницы В советское время Было то же самое Все законы Они на стороне женщины Вот Куда бы ты ни сунулся На стороне женщины Все законы Женщина Что хочет То и сделает Понимаете как Если развод Женщина Оставляет За женщиной Остаются дети Как правило Хотя муж Может воспитывать У него вроде Юридическое право Есть У него вроде бы Все есть И моральное право Все Но Отнимают у мужа И муж там За счет мужа Живет она И как в сыр масле катается Я помню Когда я на шахте работал Еще было время Ой советское время Это 70-е годы Были И там У нас такая Заходит Вижу красивая Такая Даже в форме Шахтовой Под землей Она с фигурой У нее красивое лицо Такая А с ней никто Не здоровится Из шахтера Никто Я говорю А что вы не здоровьтесь Ты знаешь что это Я говорю Нет не знаю Я знать не хочу Я кто такая Ну Мы тебе расскажем Она вышла замуж За начальника шахты Там одной Родила от него Развелась Осталась квартира за ней Огромная Это 25% Вот Она вышла За механика шахты С другой шахты С ним тоже развелась А теперь мужиков меняет Живет как в сыр масле катается Двое детей Квартира И все остальное То есть Вот так И все И все это было сделано Вот И все это все знают Но ничего сделать нельзя То есть Сама система Она работает на женщину Поэтому Надо признать Что у нас Матриархат Настоящий матриархат Решает все женщина Мужчина ничего не решает в семье Я вот сколько знаю Сколько знаю я Семей Мужчина бесправный Абсолютно Вот в любой Вот сколько Вот я вот живу Сколько я живу Вот может быть мне так везет Ну вот Вот сколько я знаю Мужчина бесправный Что скажет жена То он и будет делать Он будет трижды Твоим другом Но тебя трижды предаст Если жена сказала Цит все Я почему это знаю Когда я написал четвертый том Где вспомнил о полигамных отношениях Древности Вы наверное читали Знаете И как это Это и сейчас кстати Распространяется Нет Есть такие семьи Где так живут Но Я только когда Когда вот это написал Тогда понял Бобенки испугались Со мной Имеет дело Так сказать Друзей мне было много Да мужчин Ну и со мной Теперь же нельзя А вдруг я научу А вдруг я научу А И все И сказали цит Все Все Вот И где-то человек Наверное 30 или 40 Моих знакомых Друзей Как корову языком Слезало Все Они только Здороваются со мной И то редко Поздравляют меня на празднике Иногда Ну раз в три года Как-то Втихаря от своей жены Поздравят там Позвонят Георг Как у тебя там дела Да вроде жив Здоров Ну ладно Там я тебя поздравляю Там все такое Вот и все А те которые не слезались У них жен не было А? У них жен не было Которые не слезались Да у них У них жен не было Да вот Ну таких было мало Двое или трое Всего Всего Но они все такие Которые с умными Жены Высего Кто-нибудь Да У меня обычно такая Вот То что система С вам по себе Это может быть даже благо Потому что Смотрите Вот Помните Нас много У нас Нас генеральчик И все Нас левачиваются Благо Я хочу Хочу вам вот что сказать Что То что мы хотим То что мы хотим Нам Не удастся Вот Зря Зря мы стараемся Зря мы что-то Пытаемся Пока мы в системе Мы ничего не сможем Создать Новую цивилизацию Внутри Вот этой Больной цивилизации Очень сложно Очень сложно Вот Потому что Все обрезано Со всех сторон Видите Система настолько сложна Она продумала все Она До мелочей Продумано все Все продумано Все Понимаете Если они еще Сделают деньги Деньги Электронные То Они Могут уже сделать Так Пока у тебя Деньги еще бумаги В бумаге Ты еще ладно Ты можешь снять Их там все Забрать Куда-то В мешок Затолкать Там Кубометр Вот И Этими деньгами Еще можешь Как-то сводить Концы с концами Долго А вот Если они Электронные Будут А ведь Это полное Абсолютное Рябство То есть Хочу Вот вам что сказать Чтобы вы поняли Вся система Строится Просто Вот к этому Сейчас подошли Это Право Силы И Никаких Прав Вот Твой Начальник Там кто Наверху Вот он Может с тобой Все Сделать Все Законы Которые Написаны В конституции Вообще существуют Это для тебя Не для него Там На самом верху Кто сидит Там Нет законов Они там могут Все Все что угодно Все что угодно Могут сделать Человеком И ты ничего Не сделаешь И все это будет Что-то крыто Все это будет Законно Все это будет Документально Оправдано На это есть Демагоги На тебя Навешивают Тридцать Тридцать Три разных Этого Ну Вины Тридцать Три Там А то и пятьдесят И еще больше И от тебя Все откажутся Скажут Ух Это чудовище Какое-то Это вообще ужас Люди поверят Во все Вот это Потому что Средства Массовой информации Вот Поэтому Если Вот когда Наступит момент Электронных Денег То это будет Завершающий момент Когда тело Системы Будет полностью Что Сформировано Полностью То есть полностью Дело не в глобализации Она Для системы без разницы Глобализация Не глобализация Ей без разницы Хоть Хоть каждое государство Пускай будет отдельно Она Она одинаково Работает Везде Вы Вот когда мы жили В Советском Союзе Система что же была Она была Такая же точно Все то же самое было Хотя Вроде бы Был атеизм у нас Там И там Попов не было Да конечно Конечно Все эти вот Опять Что такое система Разделение Вот пионеры Эти самые Октябрята Комсомольцы Партийные Я единственный Был в университете ТГУ Кто был Не комсомолец И Я вам скажу Что мне Я только жив остался Как сказать Ну уцелел Что замдекана И деканы Ко мне хорошо относились Просто они закрыли глаза Хотя им звонки были Из КГБ Убрать меня Найти способ От меня избавиться Вот И они потом Потом мне замдекана Сказала Говорит Не раз звонили Они не могли объяснить Почему я Не вступил в комсомол Я потому не вступил Что я Шесть лет в школу пошел Когда все вступали Меня не взяли Я бы тоже был комсомольцем Ну просто меня не взяли И я выпал Из этой команды А потом я Просто не пошел Ну не захотел И так Вся моя жизнь пошла Вот Такие вещи Поэтому Я вам Немножко Рассказал Как она работает И что это такое А теперь немножко продолжу Как Значит Вступить В союз С Творцом Вот это самое главное Что мы должны понять Как вступить В союз С Творцом Как войти В его поле Как стать Частью Его самого Одно дело Кризисы Ну я уже вам говорю Вот кризис Прошел Ты очухался В обориме кризиса Не вздумайте К психологу идти И не вздумайте Друзей слушать Вы Замкнитесь на себе И переварите Все в себе Ищите себя Старайтесь войти В свое В свое поле Понимания И разобраться Кто вы Понимаете Кто вы И что вы Вот это важно Очень Вот Если вы пойдете К психологу Он вас научит Как сохранить себя Каким вы были Вы ничего нового Не добьетесь Друзья тоже скажут То же самое Скажут А эти все козлы Вокруг тебя И поэтому Ты оказался В этой беде И ты Это поверишь Они Искренне Тебя будут успокаивать Когда ты Разберешься Что твоя Это все Вина во всем Ты Кто ты такой Ты в себе Разобрался Уже система На тебя смотрит С опаской Ага Ты в любой момент Можешь свалить Как ты можешь свалить Каким способом Да Ты можешь Естественно Ты можешь Изменить себя Начать менять себя Но Ты не обойдешь Одну деталь Ты можешь Выйти на понимание На сознание На приобретение Вот совести Совесть всегда В человеке Если он Если он тем более По своей природе Второго сословия Совесть будет Как колокольчик В нем звучать Совесть это что? Это компас наш Это вот направление Идти к Богу Да Вот пока Совесть звучит Но совесть молчит Когда мы не нарушаем Каких-то законов Как мы нарушили закон Совесть начала Нас трясти Это очень хорошо Это здорово Это тот компас Который нужен Дальше Обязательно Понятие чести И осознание чести Это Это Без этого никак То есть Человек чести Он никогда не украдет Никогда никого не убьет Никогда не обманет Никогда Не изнасилует То есть Для него Все вот это Это За рамки Его понимания Потому что он Сам себя будет Ненавидеть Он сам на себя Смотрит со стороны И он ушел Уже от удовольствия Все эти удовольствия Для него это чуждо Это все ерунда Для него удовольствие другое Связь с Творцом Вот куда он идет Вот это действительно Да А все эти внешние удовольствия Временные Это все Химера Это все иллюзия Самая настоящая иллюзия И вот Когда Человек Приобретает Понятие В смысле Он ощущает в себе Что он стал человек чести Он не допустит Многие-многие вещи Которые другие допускают Вот Понятие справедливости Не просто понять А осознать Выйти на уровень справедливости Справедливость Это что? Это закон сохранения энергии Космический Закон сохранения энергии Понимаете? Вот Сколько ты отдал Сколько ты взял Вот если ты кого-то там гнобишь Значит милый мой Ты все равно отдашь Вот то что ты взял у кого-то Кому-то ты кому-то палки в колеса сунул Сунул Он страдал Страдал Вот эту энергию Которую он отдал И ты отдашь Это надо понимать Вот Закон справедливости И никак Вот без закона любви Не обойтись Вот это самый главный закон Который нас Делает богами Нас превращает в богов Это закон любви Но Как система хорошо работает Смотрите как она хорошо работает Она работает так Значит Нам везде показывают порнуху Нам везде показывают эротику Во всех фильмах Нам показывают связь мужчины и женщины Там в постели И не в постели И на сеновале Я не знаю где Ну Не важно Да И даже на дне моря В общем везде Вот И везде это называется Любовь Мы занялись любовью Разве можно Заниматься любовью Любовь это чувство Которым не занимаются Она либо есть Либо нет А когда любишь человека Любишь ты его Ведь не половыми органами А любишь ты сердце Ведь Человек-то у тебя в сердце Он у тебя вот здесь И Он тебя Что такое любить Это значит что Это значит желать счастья Это желать Добра Это всегда Самопожертвование Отдать себя полностью Тому Кого Ты любишь И Это твоя радость Когда ты отдаешь себя Ты В этой радости В волне этой радости Ты живешь Это Это твое Предназначение Что ли Жизненное Понимаете Вот И когда Женщина приходит К мужчине Она его любит По-настоящему Она является его Она его берегиней является Ее поток любви Космической любви Идя через женщину Упирается в мужчину Она его окутывает Своим полем И это настолько Сильное поле Что ведь Эти мужчины Выживают Даже в эпицентре Атомных взрывов Выживают Вот эта женская энергия Огромная Она спасает Ведь Я где-то читал Что Два японца Рядом были В Хиросиме Находились И Даже не обожгло их И они От радиоактивной болезни Не умерли А когда Стали копаться А в чем дело Почему они А оказалось Что их обоих Их жены любили Просто Они были Молодоженами Это огромное чувство Женской любви Было Вот Окутывало И того и другого Этих Двух парней Японских Они даже Даже от лучевой болезни Не Не кончились Они Были рядом Со взрывом Их раскидало Просто Синяками Отделались Вот Я не хочу Примеров Приводить Их много Очень много Примеров Где Вот эта Любовь Она Дает Огромную силу И Спасение для мужчины Женская любовь То же самое Мужчина Но У мужчины Мы должны Понять Мужчина У него Иная Любовь У мужчины Больше Вектор любви К творцу К творцу Нежели К женщине Вот Как-то Я видел Фильм Интересный Ну Такой Ну Как сказать Исторический Что ли Вы видели Наверное Этот фильм Тоже многие Называется Битва за Рим Там Помните Византийский Император Этот Как он Юстиниан Он Перед тем Как свою жену Приговорить к смерти Значит Да За то Что там Она натворила Он Рассуждает Что я Я эту женщину Любил И люблю Вернее Вот Сначала Люблю Бога А потом Люблю ее Она на втором месте Это считается Очень много Для мужчины Если Мужчина Боготворит Свою женщину Это Это Этого Не должно быть То есть Когда Мужчина Любит Будем так Говорить Ну Я грубо говорю Творца То есть Для него Помните Песни Первым делом Первым делом Самолеты Ну а Женщины А девушки А девушки Потом Так и здесь То есть У мужчины Его долгосрочные Программы То есть То что Чем он горит Его творческая Творческий порыв Это самое главное Для мужчины Вот это И мужчина Уже на втором месте Вот Вот На втором месте Это уже Любовь к женщине И женщина Не должна быть Егейская Она должна Понимать Что Если она Отнимет У мужчины Вот это Главное Она его Убьет Этим Что сейчас И происходит В наших Семьях С самого начала Мужчина еще не Оформился Мужчина еще Не знает Что он хочет А его уже Сворачивает С этого пути Ты должен На меня работать Должен Меня обеспечивать У тебя Семья У тебя Дети Давай 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 И как Можно Больше И все И потом Получается Либо наркоман Либо пьяница Либо Либо еще что-то Вот Так вот А женская Энергия Вот она Вот такая Она целиком Доцелена Вот эта Любовь женская Она целиком Она отдается Именно мужчине И мужчина Купаясь В этой любви Он может Творить Чудеса Он может Сделать Такие вещи Которые Ну Только Под силу Самому Творцу Потому что Женская Любовь Это Огромная Огромная Мощь Это вот Зеленый поток Зеленый поток Который Строит Миры Который Строит Планеты Ведь фактически Космос Это женщина Ведь все Рождение Всех планет Появление Материального Плана Это все Зеленый поток Энергии Зеленая Частота Вибрации Это Лада Так вот Представляете Вот эта Огромная Энергия Она вливается В мужчину Не обязательно Через близость Через секс Это Не важно Как Мужчина Женщина Может подать Стакан воды А женщина Может просто Посмотреть На мужчину Просто улыбнуться Просто засмеяться Просто обнять Мужчину Вот если она его любит Он уже получает Огромную силу Гигантскую силу Так вот Женщина в этот момент Превращается в богиню А мужчина А мужчина По-настоящему Осознает Чувств Вот владеет Чувством любви Он не только Любит женщин Он любит Все Он любит Планету Он любит Звезды Он любит Творца Он любит Вокруг себя Всех Даже своих врагов Как говорил Иисус Возлюби врага Свою Ну правильно Потому что Что на него злиться Он дурак Он не понимает Просто что творит Нет ну правильно 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 Это абсолютно правильно Вы не подумайте Что сисюкать И убивать Действительно Но убивать без зла Как это делал Илья Муромец Например Он без всякого зла Он видит Что перед ним чудище Ну и убил его И все И тот еще извиняется И скажет Ну ты хорошо Что ты меня ухлопал Я может быть Еще воплощен На земле А если бы ты этого не сделал Я бы наверное Уже не воплотился Вы понимаете О чем речь Я вот так говорю То есть Это отдельная Большая тема Насчет любви Правильно сказал человек Да Вот Так вот Когда Чувство любви Чувство любви Человек выходит Настраивает Своё сердце На Вот На эту вибрацию На вибрацию любви Но мужская любовь Она другая Она иного характера Творческая любовь Да И женская Вот тогда человек Входит Что С творцом В единую Частоту Вибраций Когда он в эту Частоту Входит Вот тогда Что получается Да Да Система Конечно Недовольна Она Очень Недовольна Система На тебя Обрушит Все что Может Естественно Она все что Сможет То что Сделает Но Что может Муравей Против слона Как бы Муравей Не возмущался Если человек Становится Частью Творца То Какая Ему Система Какая Система Может быть Ему Опасна Да Никакая То есть Любое Его Желание Любое Его Стремление Любое Что он Захочет Что необходимо Но дело Вот в чем Выход Вот на такой Уровень Человек Остается без Желания У него нет Желания У него Просто нет Желания Вы Вспоминайте Вот Пушкина Гениального Пушкина Когда он Его Песня Вещи Малеги Когда Это Говорит И волхвы Не боятся Великих Володык И княжеский Даром Не нужен Правдив Из свободенных Вещи Язык И с волей Небесную Дружин То есть Желаний Просто нет Они Они Просто Ушли Они Не нужны Становятся Вот Необходимость Что-то Допустим Это 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 Сделать Но Все Вот Это Выпадает За рамки Удовольствия Просто Ну Необходимо Ну Допить воды Напер Хочется Ну Новые штаны Купить Дети Продерялись Один Новый И хорошо Да Все Вот Но Это Неудовольствие Желания Они Все Что Они Завязаны На удовольствии А Здесь Нет Удовольствия Здесь Просто Необходимость Которую Ты Выполняешь И Все А В плане Необходимости Творец Решает Все Твои Задачи За Тебя Когда Меня Встречают Иногда Маги И христианские Маги Занимаются Асахиазмом Есть Маги Которые Деревенские Есть Такие Часто Встречался С такими И бабушками И дедушками И И Даже С мусульманским С одним Знался Магом Которые В игре Ислама Очень хорошо Ориентируется Вот Они Ну вот Недавно Вот с таким В Москве Я встретился Буквально Несколько дней Назад Он на меня Смотрит Смотрит Он иранец Он из Ирана Значит Подошел ко мне Прямо сказал Что я Занимаюсь Магией Я занимаюсь Книгами из Магриба Я Многие вещи Понимаю А на тебя Смотрю Ты совсем Ты же не маг Я говорю Да конечно Ну Тебя ничем нельзя взять Тебя Бесполезно Ты А тебе Может разбиться Про тебя А тебе любое поле Я говорю Ну наверное Может быть Ты хоть когда-нибудь Чувствовал Что такое Ну Какой-то Например Сглаз Или порча Или Какие-то там Магические вещи Я смеюсь На него Смотрю А почему Это все бесполезно Как бы вы ни старались Все бесполезно Потому что Здесь Здесь уже Уровень другой Здесь просто Все по-другому Вот Так вот Я хочу что сказать Что Вы сейчас Должны Вот меня Услышать Должны Меня услышать Значит Первое Первое Страдания Какие вот У вас Они возникают Из-за чего Из-за стремления К удовольствиям Оставьте В покое Удовольствие Живите Необходимым И достаточно Вот необходимость Чего-то А про удовольствие Забудьте Главное удовольствие Это связь с Творцом Иметь в друзьях Такого другана Ну Сами понимаете Это Круче Чем иметь В друзьях Всяких Ротшильдов Там Пингейнеров Там Кунов Абрахамсонов Это Круче Намного Все материальное Ведь все Все удовольствия Это материальный план Это различные Материальные Будем так говорить Потоки Вот которые Нам встречаются Ну например Туда 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 На море Там Отдохнуть Там Там Поехал Там Таиланд Еще куда-то На море Там Повалялся На песке Пузо Погрел Еще где-то То есть Все вот эти вот Вещи Вещи Они Они Вам просто Сами станут Неинтересны Да вы не старайтесь На них ориентироваться Второе Значит Если у вас Страдания Страдания Какие-то Возникают Страдания Возникают Сами понимаете По вашей же собственной причине Вы сами оказались Где-то Где-то Ну Не в той Не в том Ракурсе Вы что-то не то сделали Вы Где-то Допустили Какие-то ошибки Копайтесь в себе Ищите себя Постарайтесь Разобраться Кто вы такие Зачем вы Для чего вы В этот мир пришли Что вы в этом мире Хотите Даже если Куча у вас Там недостатков Каких-то Вы это Хорошо понимаете Ну и слава богу Что вы понимаете Чем больше Не выгораживайте себя Не оправдывайте себя Хотя бы Сами себя Не обманывайте Если вы Сами себя Не обманете Вы очень скоро Выйдете на На уровень Довольно высокий Вы Сможете Изменить Изменить Себя Так как вам Надо Как вам Удобно Но не в плане Получения Еще каких-то Удовольствий А в плане Сближения С Творцом Если вы С ней сближаетесь Исчезают Всякие Проблемы Исчезают Страдания Исчезают Полностью Кризисы Их просто Больше не будет Этих кризисов Душевных Не будет Кризисов Ну Есть страдания Знаете какие Я вам скажу честно Ну есть За кого-то Не с тобой А вот Кто-то там Собака Несчастная Голодная Там Или там Человек подворот Не валяется Умирает Или там Кого-то там На куски Разорвало Там на Украине Или еще где-то Или как наш Самолет погиб Например С этим самым С командой С этой Вот Ну вы знаете О ком Да 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 Конечно Конечно Вот Вот здесь За кого-то То есть Ты туда Смотришь Да Это неприятно Да Это все Пропускаешь Через свое сердце Но ты сам Тебя Тебя не касается То есть По тебе Это Ничто Не бьет Никаких Кризисов Ты не переносишь Не переживаешь Все в порядке Все нормально И петля Там С куском мыла Там С табареткой Она не нужна тебе Вот И Последнее Научитесь Научитесь Вот Во-первых Надо В себе В себе Раскрыть Сердце То есть Научиться Настроить Своё сердце На вибрацию Любви На вибрацию Любви Высокой Огромной Бесконечной Любви Невременно Ах Я тебя люблю Через час Я тебя забыл Это не любовь То есть Вот Если ты Вот в этой вибрации Ты начинаешь жить Вот в этом Вот в этой вот Чистоте Любви Ты живёшь Ты как раз Сливаешься С кем? С творцом Он-то ведь Одно из имён Творца Это же любовь Его главное имя И ты сам Начинаешь Навстречу Тянуть ему руку Ему руку А он Руку-то естественно Протянет Потому что Он же тебя любит Хотим мы Он нас всех любит Он так устроен И когда вот эти две руки Соединятся Вместе Вместе Понимаете Ты навстречу Ведь любить Это желать Всем добра Это желать Всем счастья Это желать И врагам своим Это желать Всему живому И неживому Это Быть Везде 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 активным Вот в этом деле Не только На словах Но и на деле Но и на деле Стараться Делать всё возможное Чтобы Чтобы облегчить Кому-то Жизнь Как-то облегчить Естественно Если ты видишь Мерзавца Подонка Негодяя Как вот сказал Один очень умный человек Его даже можно И Спросить у Творца Такое разрешение Можно ему и голову оторвать Но это для его пользы Потому что Если его отпустить Он столько натворит Не дай бог Поэтому Воинское искусство Прежде всего В воинском искусстве Нашем Учили любить Любить даже врагов Вот Ты встречаешься В поединке На саблях Но перед тобой Перед тобой Того Кого ты любишь Не враг Он тебе Он тебе не Он-то считает Что ты враг А он А для тебя Это Это совсем не враг Это Это тот Который просто Запутался Который не знает Как жить Который Ну просто Дурачок И И лезет Куда не следует Понимаете Вот Вы вспомните Былину Я ее часто Эту Былину Привожу Пример Когда Вот Трансформация Ильи Муромса Вот он Сколько Лет сидел Сиднин Да Вот да Но Почему То есть что Он не проходил Первого посвящения Вот в чем дело Он первого посвящения Выбора Выбор не сделал Быть или иметь Быть или иметь Вот Но он сделал выбор Быть Быть То есть получить что Получить Комплект Духовных что Знаний Он их получил Дальше Его тут же жизнь проводит По По инстанциям Встречается С Соловьем разбойником Встретился Да Ну и что Он его победил Соловьем разбойником У него там куча богатств Можно было Грабь не хочу Там у него Накоплено Он там много лет грабил Да И семейка вся там такая Можно было всю семейку Перебить Ограбить Забрать Сказать Ох Теперь И жизнь сложилась Жизнь удалась И поехал бы в свое Карачарова Да Все это прокутить Он что делает Он Он служит Он служит Служение народу И творцу Вот мы говорим народу Он прежде всего Служил творцу Этот герой Творцу Это надо понимать Народу да Но творцу Вот смотрите Он дальше едет Попадает Чернигов Да Осажденный этими Уродами Какими-то там Татары Не татары Там Печенеги Не печенеги Он их там разогнал Ему предлагают власть Ему предлагают Быть воеводой Чернигов Он сразу ставит Его во главе города Это его что Искушение Одно искушение Богатством Второе искушение Властью Он отказывается От этого Тоже ему это не надо Потому что он знает Что он Часть Что Творца Он выполняет Его функции На земле Его очищение Земли от грязи Встречается ему Кто после этого Добрыня сумасшедшая Встречается У которого с головой Не в порядке От гордыни Он замкнуло Он пытается Достучаться до Добрыни Ты что делаешь А тут на него Летит с копьем Ах ты Деревенщина Ах ты Значит Там В общем Смерть Отвратительный В таком духе И Илья ничего не может С него до словах Не объяснить Этому Добрыни Какое ты имеешь право Там ехать князю Еще ты Ну в общем Ссора началась И вот они когда бьются Бьются А силы-то равны И когда Получилось так Что Добрыня Оказался уже Буквально В миллиметре От победы Когда Добрыня Сбил Ильюшу Да И решил его Проткнуть Своим кинжалом Вот А он же в броне Он начал Доставать кинжал Чтобы его кинжалом Прорвать его броню А Илья лежит Под ним И соображает Он же часть Творца Он спокоен Он спокоен Он отдыхает В это время Спокоен Потому что Он знает Его нельзя убить Он выполняет Функции Творца На земле Разве может Он погибнуть Вот такого глупого Вот поединка Он естественно Этого Добрыня Сбрасывает Себя Как Добрыня Не упирался А за Добрыня Кто стоял Система Он часть системы Приехал Добрыня Это часть системы Он его сбрасывает Вот И тут До Добрыни докатило Что он натворил Что Победа была Вот Этот Деревенщина Это Лапотный мужик Сидит на нем И сейчас Он его зарежет Как поросенка А это и надо было сделать И вот он Смолился Говорит Ты мне оставь Ты мне оставь жизнь Потому что До него дошло В этот момент Дошло Что он Жил неправильно Что он неправильно И служил он Неправильно Не тому Богу Служил И когда он Это говорит Этому Илье Что с Ильей Илья Свой кинжал В ножны Встает Хватает Добрыни Ставит его На ноги Обнимает И целует Вот Видите До конца Вел поединок В любви Именно в любви Не в ненависти В ненависти Чем он Кончил бы И все Ах ты гад Ты еще тут Запел Песни мне Эти Хочешь меня Обмануть Все В любви Вот Вот это Нам Надо Запомнить И Идти Вот этой Дорогой Дорогой Вот этой Былины Потому что В этой Былине Все сказано В этой Былине Все сказано Понимаете То есть Когда он Приезжает Там дальше Можно рассматривать Другие Былины Но когда он Приезжает К Владимиру Он служит Земле Родной Народу Своему И прежде всего Творцу Служит Он Бич Божий На земле Он Слуга Творца Он выполняет Функции Творца На земле Отсюда Столько побед И еще мне одного Поражения Кстати Илья Вы должны Одну вещь Запомнить Сейчас Это единственный Из всех героев Каких-то Как вот У нас много Героев Всяких Много Там Рустам Значит Сухраб Там Его сын Там Значит У нас Героев Очень много Там Геракл Там Тизей Вот Этот Персей Я не буду Состоян Всех Этих Их Очень Много Вот Разных Народов Разных Племен Вот Но Илья Это единственный Из всех героев На земле Который Оказался Сильнее Своей Судьбы Это Судьба Борец Он Сильнее Судьба Не работала По Илье Не работала Это Очень важно Судьба Всех Сломала И Геракла Она Сломала Она На всех героев Всех Вот Их много Она Всех Кончила А Илью Судьба Не победила Ни в одной Были Не сказано Чтобы он Оказался Слабее Своей Судьбы А почему Потому что он Часть Творца На земле Творец Управляет Всем В том числе И судьбой Вот И все Все что я хотел Вам рассказать Теперь Если есть вопросы Я на вопрос Вам отвечу А почему Должен Творец Ее Уничтожать Творец Уничтожит Нас Как часть Системы Вот Он Нас Уничтожит Вот Этим Он и Занят Сейчас А Систему Мы Сами Создали Ведь Закон Собода Воли Мы же Сами Выбор Сделали Мы же Сами Делаем Выбор Мы в партии идем Разные Мы организуемся Значит В разные организации Мы придумываем Какие-то кооперативы Которые там Нас тоже разделяют Или Или соединяют Хорошо Если соединяют А бывает что и разделяют То есть Все виды разделения И стравливания Это система Система Вот Веча всенародная Что у нас Главная задача Объединение Всей страны Понимаете Объединение Всех партий Всех народов Всех конфессий Все единое Вот Они сейчас И репу чешут А что с нами делать С такими Понимаете как Ну это я уже Так вам сказал Вечер выпало Из системы А? Вечер выпало Из системы Оно не выпало пока Но может выпасть Может выпасть Так Ну как Дети рожденные Через Кесарево Как это было общество Да они хорошие дети Они отличные дети Я знаю Через Кесарево У нас общий друг Вот и Вереслав его знает Ну Серега Из Барнаула Вот Хорошие эти ребята Единственное в них Что у них Слабее потенциал воли Понимаете Волевой потенциал слабее Вот Потому что Первое включение Вот этого Волевого потенциала Это во время рождения Когда ребенок На выход Выходит Он включает Вот Все свои силы Все что может Внутреннее Он включает Регистр воли Щелк И воля заработала А у него не включена То есть Получается что Тех кто Кого прокисарили Им придется Этот регистр Включить Где-то по жизни Жизнь поставит Условия какие-то Какую-то Какую-то задачу Он будет ее решать Он этот регистр Включит А так Это нормальные люди И не слушайте Что они там плохие Что они там умственно отсталые Порядки Нормальные люди А что значит Что вы не дугаете Европу И не дугаете С раз Здесь видите как Христианство Принято было Во-первых Оно не было Принято Как таковое Как нам Пытаются навязать Владимиром Это была попытка Одного князя И этот князь Сам по себе Был Нерусский человек И думал Только о личном Он себя называл Каганом Имел 70 жен Что-то там Наложницы У него что-то 600 по-моему Было Вот То есть это Это была фигура Вот такая Вот То что вы видели В фильме Викинг Там и сотые доли Не показали Всей пакости И всей мерзости Какой он был Вот он пытался Для себя Для себя Навязать И самому стать Типа Этого Типа Императора Византийского Над Руссией Ну не получилось Потом на него Сын двинул войско Но Дело в чем Что Русь Была У Руси Не хватало сил Чисто Чисто физически Не хватало У нее сил Противостоять Европе Слишком много Там собралось Людей И Ну огромные Там силы Там Там был Как раз Пик Пик рождаемости Там огромное Количество Рождалось Детей В Европе Тогда еще Болезни Их не косили Это потом Их выкосила Чума А это До чумы Еще было Десятый век Вот И если бы Европа Хлынула сюда Завоевывать Нас Да То вряд ли Мы бы устояли То есть Был момент Такой Что Наши князья Стали задумываться А как Вот с этой Европой Потому что Там стали Создаваться Орденские Союзы Мощные Вот Имею ввиду Профессиональная Армия Рыцевская Которая Должна была Завоевывать Территории Для Для Идеологии Христианской Так Можно сказать Вот И поэтому Решили сделать Примерно Как сделали Исландцы А исландцы Что сделали Они официально Признали Христианство Послали Папе Римскому Там письмо Посадили у себя Епископа Которого Поили Все время Он там Не вылазил У них У них там Епископы Все спивались Все Они пивом Там их Снабжали До потери Сознания И вот Делали вид Что они Все христиане А как были Одинистами Так и остались Они и сейчас Одинисты Там нет Христианской Церкви В Исландии Вы знаете Про это Они сохранили Вот это все А на Руси То же самое Было Они приняли Вот такую Концепцию И Двоеверие Что Иисуса Признать Своим Так сказать Человеком Который Ничего нового Не придумал И Ни о чем Новом Он не говорил Вот Признать Иисуса То есть Фактически Признать Христианство Так сказать Как таковое Да Но сохранить Древнее Древнее Миропонимание Все законы Все сохранить Поэтому Как раз И получилось Что мы Первая реформа Была При Софии Палеолог Первая реформа Христианская Где нам Уничтожили Церковь Церковь Сергия Радонежского Двоеверие И навязали Нам Византийскую Церковь А Византийская Церковь Была Тогда Унианской Церкви Она Приняла Унию Подчинилась Католической Церкви То есть Мы Фактически Что сделали Мы тогда Уже При Софье Палеолог Сами Того не Желая Признали Своё Христианство В подчинении Византии Ой Рима Понятно Понятно Потому что Византия Приняла Унию И Римляне Отказались Помогать Византии Они бросили Византийцев Византийцы Были уничтожены Турками Но они Признали Католицизм Главенствующий Так сказать Религией У себя А мы Этих попов Собрали Всех На Русь Как сделала Софья Палеолог То есть Тогда Первая волна Была Вот такая Вот А вторая Волна Вторая волна Ну вы наверное Знаете 1666 год Сатанинский год Они его и выбрали Это Никоньянская реформа Где еще раз Провели Христианизацию На этот раз Они уничтожили Византийскую Русь Полностью Сожгли все Абсолютно Книги И Заодно Церковь Сергия Радонежского Тоже Кончили Которая Называется Старообрядческая Церковь Ну Вот Сколько реформ Видите Одна волна Вторая Вот это же Третья После третьей А вот сейчас Четвертая Идет Христианизация Вот сейчас В наше время Четвертая Христианизация Уже Нас пытаются Положить Под Ватикан Полностью Потому что Ну Как вам сказать Ребята Я думаю Вы умные Здесь все сидите Вы что думаете У них такие Средства Огромные Чтобы везде В каждой деревне Церковь строить Каменные Иже Путин 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 Понимая Что происходит Он Отобрал За банку Церкви Отнял Его А вот Что дальше Будет Не знаю А А с одной Доносит Вы понимаете Берете книгу И вы ее Шифруйте Смотрите Что можно Отбросить Где прикрытие А где действительно Что-то есть Вот у Шуршука Все у него Вот так Написано У Левашова Тоже Примерно То же самое Молодец Трехлебов Что Молодчина Да конечно Шикарная книга Особенно Исторический момент Там очень сильный Но кто говорит Против А Сергей Алексеев Ну Сергей Алексеев Я не знаю Я мало его читал Но то что читал Мне нравится Вот Вы знаете Вы мне Задаете вопросы Провокационные Как я отношусь Такие вопросы Нельзя задавать А если Звернуться к той теме Что Убийство Да И любовь А если Человеку Все таки Пришлось Придется Убить Врага Допустим Врага Как тогда Ему поступить Как ты можешь С любовью Убить человека Я не понял Ну вот Вы рассказывали Историю Сюлью Юром Что он Такую любовь Испытывал Получается Добрыни Что он Не мог Его убить Почему Он бы Ухлопал Запросто Если бы Если бы Тот себя Вести Не стал Он проявлял Любовь Божественную Да А вот Если Еще пошел Человек На войну И ему В любом случае Придется убивать Да Защищать Родину Да А как А как Тогда Придется Любовь Я вам Вот что Скажу Когда Когда Идут Враги Когда У тебя Отнимает Родина Когда Убивает Твой Народ Какая Тут Может быть Любовь К этим Врагам Здесь Здесь Возникает Только одно Чувство Как можно Больше Их Ухлопать Но Каждому Человеку Даже Пуль ему Воткнул Он Умирает У тебя На глазах Ты Обязан Испытать Чувство Сострадания Ведь Сострадание Это Очень близкое Чувство К любви Понимаете Как Я имею Ссылку Еще Вот То Что Вы Как Ваши книги Где Было Вспоминали В прошлой Жизни Я Тоже Немного Не поняла Это Обязательно Но Ведь Стоит У тебя Главная Это Задача Что Спасти Спасти Свой Народ А Они Пришли Непрошенными Гостями Откуда Ты взяли Если Ты их Не Просил Не Звал Они Сами Что Ж Тут Любить За Что Но Я Вам Хочу Что Сказать Что Чем Немцы Например Мне Они И Приятны И Я Их Уважаю Они Настоящие Бойцы Настоящие Воины Они Палачи Вот Они Даже К нам Приперлись К нам Пришли Они Осознавали Что Они Пришли Нас Завоевывать Они Осознавали Что Что Они Мерзавцы Они Это Понимали Выполняли Приказ Гитлера Выполняли Приказ Своих Офицеров Но Где Могли Где Могли Они Берегли Нас Ведь Это На самом Деле У вас Здесь На Кавказе Они Расстреляли Столько Столько Кавказцев Которые Пытались Насиловать Русских Женщин Девушек А немцы Прокатили Здесь Их Безжалостно Сами Не трогали А Кавказцев Расстреливали Это В документах Есть Это Я В Германии Сам Видел Понимаете У Макеева Хорошая Книга Есть Арийский Излом Почитайте Там Прямо По документам Это Все Хорошо Написано Вот То есть Они Были Настоящими Солдатами Они были Войнами Они были Безжалостными В бою Но вот Драка Закончилась И он может Ребенку дать Шоколадку Накормить Может Позвать Даже как и русские Мы пришли в Германию Собрали этих детей Собрали женщин Голодные Давай их тут же Кормить Забыли про эту войну Про всю Тут же стали То есть понимаете Да Вот это Чувство Вот это Чувство Сострадания Конечно 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 Вот Нас Просто поставили В такие условия Мы должны были Что-то делать Нам выхода то не было Но когда это все Закончилось Когда закончилось Пожалуйста Уже другие отношения Или вот Например Мне недавно Четыре дня что ли В мае Или пять лет дней В мае Четыре дня Оказывается в мае Показывали фильм Мерзкий фильм Неправильный фильм Совсем не так было Вот Недавно я смотрел Этот фильм Там было как Там Где-то было Тридцать с лишним Девочек Немецких Слепых Их три десятка Было И Тридцать восемь По-моему Да Тридцать девять Наших Этих Разведчиков Которые Которым отдали Территорию Там Охранять Вот Чтобы немцы Не приставили Побережье Они берег Охраняли И Занялись Этими девчонками Давай им там Кормить Одевать Там Притащили Этим больным Девочкам Там слепым Там Одежду Какую смогли Найти Даже шоколад Нашли Там Десять килограмм Шоколада Там Радости Это у них Было То есть Вот Вот Как сделали Эти солдаты Девчонки Слепые Несчастные Они понимают Что Какие тут Враги Вот И там Один мерзавец Нашелся Который Решил Командир Танков Батальона И вот Когда эта Драка Началась Со своими То есть Своих Начали Уничтожать Когда Немцы А немецкий Корабль Идет Катер Что такое Творится Что-то На берегу Какие-то Пять бабушек Бегают По берегу Значит С детьми Они Подъезжают Эти немцы Бабушки Им рассказывают Бабушки Все баронессы Наши Наши Там Дворяне Которые Остались Детьми Вот Они и русские Знают И немецкие И вот Когда Немцы Узнают Уже Последний День Войны Ну Война Уже Кончилась Восьмое Восьмое Было Майя Офицер Дает Команду Уничтожить Русские Танки Которые Помочь Разведчикам А их Осталось Уже Восемь Или девять Живых Осталось Уже Двадцать Человек Мертвыми Вот Дерутся Русские С русскими Понимаете Те выполняют Приказ И эти Выполняют Приказ Эти Приказ Защищать Детей А тот Приказ Уничтожить Это Власовцы Он Придумал Что Они Власовцы Вот Пример Лжи Намеренные Лжи Потому что Они дали Приставать Все правильно И вот Чем Закончилось Когда Эти танки Были Сожжены Весь Этот Батальон Был Уничтожен Сидят Немецкие Солдаты С русскими И Другого Смотрят Что Теперь Делать Дети Рядом Старушки Рядом Куда Русских Девать Если Отдать Сейчас Туда К себе Значит Их Будут Судить За Уничтожение Собственного Батальона Понимаете Как Кто Будет Разбираться Что Они Выполняли Солдатский Долг Да Они Просто Выполняли Тут Ну Понимаете Чисто Под Человеческие Отношения Человеческое Было Здесь И вот Тогда Немецкий Офицер Дает Команду Не сдаваться Датчанам Собрать Русских Собрать Детей Все Вместе Тут Поели Попили Почесали Себе Репу Сели На катер Вышли В море Поймали Корабль Шведский Сели Корабль И Уплыли В Лиссабон Не Стали Сдаваться Вообще Эти немцы Тоже Не стали Сдаваться Спасти Русских Это Теперь Уже Немецкие Солдаты Спасали Русских Солдат Они Могли Сдаться Спокойно И Все Они Не сдавались Они Уплыли Отказались От командования Значит Тогда Дали Командование Сдаваться Датчанам Этот Денец Дал Команду Последний Был Их Главнокомандующий Они Отказались Они Они Не Приняли Командование Денец Фон Денец Ушли Спасали Понимаете Вот Вот оно Чувство Чувство Какое Здесь Ну Настоящее Человеческое Чувство И вот Кроме Как Чувство Любви Не назовешь Понимаете Так вот Это то и есть Божественное Чувство Если бы Оно Нас вело По жизни Да не было бы Воин между Людми Но система Разделила Система Нас разделила Стравила Система Заставляет Нас убивать Друга Ей нужна Энергия Поэтому Нельзя Делиться А Боевая Единечка Фильм Когда Наши Телевизор Защищали Детей Я не видел И поляки Им же помогли Профиг немцев Хотя поляки Должны были Я этот фильм Не видел Не знаю Я просто Вам рассказываю То что знаю Тоже Можете послать Боевая Единечка Новая Вот недавно Вышла Но мне кажется Я смог Рассказать И про систему И как От нее Избавиться Что Определиться Я была Около мощей Сергея Радонежского Была интересная Ситуация С молодой Девушкой Она пришла В кирпи И вот Буквально Пока Подходя К этим мощам Два раза Смет И кирпи Это просто Слетало С головы Вот это На моих Глазах Было Я Не могу Определиться Как К мощам Относиться Святых Именно Святых Если Это Есть В нашей Церкви И Как Молитвы Христианская Вы Какую Имейте Ввиду Молитву Если Вы Молитву Иисусову Единственную Молитву Эту Молитву Дал Иисус И эта Молитва Читается И понимается Не так Как Ее Понимает В церкви Я не буду Объяснять Как она Читается Как понимается Возьмите Посмотрите Говорова Володю Говорова Он Четко Вам Все Расскажет Он Эту Молитву Расшифровал Эта Молитва Полностью Есть у него Клип Где он Об этой Молитве Говорит Это Единственная Молитва Иисусова Но я вам Только одну Скажу Вещь Эта Молитва Обращена Не к Творцу А обращена К самому Человеку Чтобы человек Вышел на Уровень Творца О чем Я вам Сейчас Все Рассказываю Вот именно Об этом Говорит Эта Молитва А насчет Того Что у нее Там Кепис Кепис Летала Надо ей Было Просто эту Кепис Снять Потому что Сергей Радонежский Не такой Человек Чтобы перед ним Стоять Головному Боре Понимаете Вот и все К мощам Ну вы поймите Что Ну вот даже У меня Вот в этом Фильме Который Я вот сейчас Написал Сценарий Там Грандиозное Сражение Прогремело Стотысячная Армия Уничтожена И вот Эту армию Надо И погибло Много Наших Людей Христианам Дают возможность Похоронить своих Так сказать По обряду Христианскому А наших Героев Сжигать на кострах Как это было Это Венецкая Русь Еще Там Законы были Ведические И там стоит Этот Священник Из Новгорода Как раз Церковь Сергия Радонежского То есть Это примерно То же самое К нему подходит Князь Говорит Что делать то будем С нашими христианами Погибшими В землю Их взорвать Здесь нельзя Это не родина На родине Там Это надо Великий Новгород Везти А как их довезешь А Этот Христианский Священник Что говорит Чище огня Ничего нет Поэтому Давайте На костер А потом Возьмем Мы Пепел Перевезем На родину И этот пепел Похороним По нашему Христианскому Обряду То есть Понимаете Да Что Мощи Это все Придумано Уже Не Христом Это придумано Теми Кто Возвысил себя Выше Христа Поднял Себя В мистическом плане Выше Чем был Иисус Которые Навязали Нам эти законы По мощам Там По литургии Там масса Такого Чего Ну нельзя Никак Понимаете Это все Уже более Позднее Время Это более Позднее Время Поэтому К мощам Надо относиться Как Ну как К куску Мяса Сухому И все И не надо Боготворить И не надо Целовать Тем более Можно любой Болезни Тут заразиться Нужно Вопрос По книге У меня вопрос По книге Что Прежде чем Приступить к работе По восстановлению Материных генов Необходимо попросить У Творца На это Разрешение Потому что Пока нет разрешения К генофондам Работать Ну как бы Бесполезно Можно на этом поводу Подробнее Вас Расспросить По разрешению Это Я сейчас Не буду Рассказывать Это Именно Надо Столько же Время Потратить Сколько У нас Сегодня Ушло Вот Вы понимаете Тут Какое Дело Творец Творец Он Четко Знает Кто мы И что мы Если мы Сами себя Не знаем Нам надо К этому Прийти Вот Страдание Заставляет Нас Копаться В себе Вот Вот это Да То Творец Хорошо Нас Знает И если ты Мерзавец Подонок А хочешь жить Черт тебе знает Да Там 300-500 лет И творить Как ты творишь Да Естественно Как бы ты ни старался Он тебя в могилу Сон загонит Пусть тебя в Творца Ты и не попрешь Но чтобы он тебе дал Разрешение Надо измениться Надо стать Частью его самого Тогда он тебе дает Разрешение И действуй На здоровье Он Он только тебе поможет Скажет Ну так давай А чужая Я же не против Да Милосерднее И добрее его Добрее И Лучше И ничего нет Вообще В природе Только он один Вот Творец Это да Понимаете Но никакой религии Здесь Не надо Религия Что говорит Религия требует Веры в Творца Веры 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 Ты верь А зачем Верить Человеку В Творца Когда он сам Чувствует себя Частью его Самого А частью Стать Только через Любовь Когда ты Протягиваешь руку К нему Да он тебе тоже Тянет руку Этот вопрос Уже я думаю Я объяснил Все А Чем Цель Просить Для Да Чтобы Чтобы Не в пустую Ты жил Употреблял Там Продукты Питания И ходил В туалет А чтобы Ты какое-то Дело Хорошее Успел Сделать И Чтобы Тебе Хватило Жизни На это А можно Даже Две Жизни Или Три Жизни Но Сколько Тебе Нужно Столько Тебе И дадут Человек Может Все Если Захочет Сухого Сухого Чем Чем Так его Там Пропитывают Они Стараются Они Так Стараются Пропитывать Его Маслами Различными Там Они Они За всех Сил Ведь Вся церковь Стоит На этом На обмане Ну конечно же Вы знаете Если собрать Все мощи Всех святых Со всех Церквей Там Камазами Вывозить Можно До таких Святых Не наберешься Вы Вы Посмотрите Фильм Ви Там В этом Ви Закон Прошел Вообще Там Все Сказано Там Все Ясно Церковь Это Определенный Институт Который Сейчас Набирает сил Лезет в политику Это Да Который Пытается Управлять Управлять Массами Опять Хотя Хотя В церковь Кроме казаков Нито не ходит Ну и то И не все казаки Туда идут Да нет Наши казаки Там в Сибири Они В церковь С удовольствием Бегут Такие все Важные Такие все Богомольные Такие все Смиренные Вот Ну это Другой вопрос Совсем Что ты хотел Валеслав Еще хотел Оливление Сказать Завтра Будет Встреча С Днем Валесе По адресу Улица Уральская 87 Отель Пор 9 этаж 10 часов Где Средний Семенар А там Уже Будет Адресионный Шикар Мама И дочь Да И папа Вся Семья Ну А все Папа Знаете Сколько Хочется вам Рассказать Просто Нет сил Нет времени Что воспитывать Детей Должен Мужчина 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 Женщине Давать Воспитывать Нельзя Нельзя Почему Нельзя Вот Если мужчина Воспитывает Ребенка Он уже Так Воспитает Его Если Он Знает Что такое Система Он Может Вот так Воспитать Что Ребенок В систему Не свалится Он Он Будет Системой Сотрудничать Но Рабом Системы Он Уже Не будет Самое Главное Что чтобы в рабство не въехать. Ну, какие еще вопросы у вас есть? Все, у нас уже время вышло, да?